Вместо израильских F-16 радар С-400 обнаружил пассажирские самолеты. 17 сентября 2018 года у побережья Алатаки ракетой комплекса ПВО С-200 был сбит самолет радиоэлектронной разведки ВКС России. Обломки Ил-20 были обнаружены в море, в 27 километрах к западу от сирийского побережья. Причины трагедии связываются с действиями ВВС Израиля, сделавшими все возможное, чтобы подставить под удар российский разведчик. В свою очередь, израильская сторона продолжает отрицать свою причастность к инциденту. В период 23-24 сентября Минобороны РФ провело три официальных брифинга, в ходе которых генерал-майор Игорь Коношенков изложил детальную хронику катастрофы и дал оценку действиям ВВС Израиля. На заключительном брифинге 24 сентября были представлены данные с индикаторов пункта боевого управления зенитно-ракетной системой С-400, развернутой на авиабазе ХМЕМИМ. Наибольший интерес вызвали показания индикатора, отображающего местоположение цели по дальности и азимуту. Ниже представлен кадр видеозаписи данного брифинга. Воздушная обстановка в восточной части Средиземного моря по состоянию на 22.1, время местное, 17 сентября 2018 года. Генерал-майор Коношенков дает подробную расшифровку номеров отметок, автоматически присвоенных командной системой ЗРС, выделив цветом израильские истребители, желтые, сирийскую ракету, красный 158Б и наш самолет, зеленый, 007. В нижней правой части экрана представлена та же картина в уменьшенном масштабе. Очевидно, что координатная сетка привязана к АБХМЕМИМ. В центре находится радиолокатор зенитной системы С-400, от него расходятся концентрические окружности. Ориентация карты стандартная, север сверху. По имеющимся сведениям, в момент катастрофы Ил-20 находился над морем, в 35 километрах западнее города Боняйса. Это дает возможность рассчитать расстояние Дахмеймима и определить масштаб на экране индикатора С-400. Расстояние от места катастрофы Дахмеймима гипотенуза треугольника с катетами Боняйс-Хмеймим, 25 километров, и расстояние от берега до места попадания ракеты в Ил, по данным ОРФ, 35 километров. Дистанции от центра индикатора до отметки зеленой 007 соответствуют расстоянию 43 километра. На экране это меньше половины радиуса первой окружности. Далее все становятся просто. Концентрические окружности индикатора соответствуют рубежам 100, 200, 300 километров. Все находящиеся на экране отметки и расстояния между ними должны быть представлены в едином масштабе. Один из израильских истребителей, номер 149, отделился от группы и находится в непосредственной близости от Ил-20, летящего у берегов Латакии. Остальные три F-16 находятся примерно в 175 километрах на ЗСЗ от Хмеймима, определено визуально на индикаторе между первой и второй окружностью. Зона их боевого дежурства располагается в воздушном пространстве Республики Северного Кипра, частично признанного государства, фактически находящегося под турецким контролем. Отметки от израильских самолетов выделены на индикаторах С-400 желтым цветом, им присвоены номера 125, 130 и 045. Израильские летчики в очередной раз демонстрируют непрофессионализм, совершая вторжение в воздушное пространство суверенного государства. Эрдоган в ярости. Дипломатическая ноута протеста – самое первое и наиболее безобидное последствие таких действий. Скорейшее решение вопроса с поставками в Турцию комплексов С-400 должно наконец заставить Израиль следовать соглашению 2015 года о безбежании конфликтных ситуаций. Ф-16 барражируют над Кипром на высотах от 7 и более километров, потому, несмотря на значительное расстояние, самолеты находятся в зоне видимости РЛС российского и сирийских зенитно-ракетных комплексов. По ним выпускают ракеты, боем охвачена вся восточная часть Средиземного моря. Радар С-400 не дает ошибок. Отметки на индикаторе соответствуют реальным воздушным объектам. Российские эксперты сопоставили представленную на брифинге схему с данными онлайн-сервиса. Flightradar24 Популярный ресурс, позволяющий отслеживать положение и детали полета пассажирских самолетов в режиме реального времени. За небольшую плату доступен расширенный функционал доступ к сохраненным данным за предыдущие 365 дней. По состоянию на 19.4 минуты, 22.3 по местному, положение отметок, обозначенных как дежурищий над Кипром израильские. Ф-16 в точности совпадало с авиарейсами МЕ-225, берут Коппингоген и МЖ-302 Тель-Ави в Тбилиси. Динамика изменения воздушной обстановки, количество, положение и направление движения воздушных объектов на индикаторе С-400 в период с 22.1 до 22.4, также соответствовало показаниям. Flightradar 24 Продолжим изучение этих данных. На индикаторе Зенитной системы присутствует меньшее количество отметок, чем на трекере гражданских авиарейсов. Дело в том, что Flightradar 24 использует данные Всемирной системы приема сообщений с транспондеров, которыми оснащаются самолеты гражданской авиации. Каждый ADS-B транспондер примерно раз в секунду генерирует и отправляет в эфир на частоте 1090 МГЦ открытое радиосообщение, в котором содержатся точные координаты воздушного судна, его текущая скорость и высота полета. Индикаторы системы С-400 отображают только то, что видит ее собственный радар. Военная станция знает о присутствии разведывательного ИЛ-20, который, по понятной причине, не имеет гражданского транспондера. Также радиолокатор С-400 обнаружил скоростную цель, летящую по баллистической траектории, выпущенную зенитную ракету С-200. Тем не менее, РЛС не в состоянии увидеть далекие объекты на малых высотах. Например, Рейс ТК-7263 Адана-Стамбул, который, по данным трекера, только что вылетел из аэропорта Аданы. Ввиду естественной кривизны земли и значительного расстояния, около 200 километров, набирающий высоту самолет находился ниже радиогоризонта С-400. По этой же причине отсутствует отметка о заходящем на посадку в аэропорту Берута-рейсе Кувейт-Берут. Воздушная обстановка по состоянию на 22.1. На западе, поблизости от района боевого дежурства, F-16 наблюдается интенсивное воздушное движение, но РЛС не видит суда, заходящие на посадку в кипрские аэропорты, кроме рейса КК-1002, Стамбул-Сев. Кипр, Ваделин и ДК-1490, следующего из Швеции в Ларнаку, Ваделин. На следующем кадре, где показана ситуация на 22.4, с индикатора С-400 данные отметки уже исчезли, по данным трекера, в этот момент рейс ДК-1490 стал заходить на посадку в аэропорту Ларнаке, а рейс КК-1002 начал снижения, готовясь к посадке в аэропорту Эрджан, в северо-восточной части острова. Примечание. На расстоянии 300 километров минимальная высота обнаружения цели составляет не менее 7 километров. Все, что летит ниже, недоступно для обзора из-за кривизны земной поверхности. В это время с северо-запада в район боевого дежурства, F-16, входит несколько воздушных судов. Это рейсы PS-781, Киев-Телявев, и TK-790, Стамбул-Телявев, которые сливаются на индикаторе S-ME-225 и MJ-302, образуя яркое созвездие. Воздушная обстановка по состоянию на 22.4. Далее за ними, на северо-западе, в зону видимости радара попадает пара самолетов, летящих над Турецкой Аланией. Также на кадрах брифинга с северного направления появляется другая пара отметок, движущихся в ЮС и УС направлениях к одинокому. Гонконг-Телявев, присоединяется рейса 6Н-814, Сочи-Телявев. Впрочем, это всего лишь догадки. Расположение отметок и динамика ситуации действительно имеют определенное сходство с данными трекера. Для анализа были использованы только достоверные кадры брифинга Минобороны, общедоступные сведения и карта восточной части Средиземного моря. В то же время продемонстрированные показания с индикаторов пункта боевого управления С-400 не позволяют однозначно идентифицировать наблюдаемые объекты. На видеозаписи брифинга мы могли наблюдать всю обстановку только на малом экране, размеров которого явно недостаточно для точного определения количества отметок и их положения в пространстве. К тому же на малом экране отсутствуют всякие пояснения к отметкам. Поэтому смелая гипотеза о том, что на месте F-16 пассажирские авиалайнеры является предметом для большого спора. В ходе брифинга генерал-майор И. Коношенков представил подробный отчет о ситуации вокруг разведывательного самолета 007 «Истребителя-149» и выпущенной ракеты 158 «Б», акцентируя все внимание на ближней зоне. И здесь у автора нет никаких сведений, чтобы дополнить официальную картину МО-России. Единственный очевидный момент, на который стоит обратить внимание, связан с районом боевого дежурства F-16, находящимся в воздушном пространстве Турецкой Республики Северного Кипра. Данное обстоятельство, несомненно, подтверждается масштабом на экране индикатора и областью, выделенной генералом Коношенковым, которая значительно удалена от места катастрофы Ил-20. Несение боевого дежурства израильскими летчиками в турецком воздушном пространстве это как минимум странно и требует дополнительных пояснений. По данным «https colon slash slash aviaforum.ru http colon slash slash samlib.ru» И статья «А. Темежникова брифинге МО-РФ о гибели Ил-20 в Сирии», в которой была впервые обозначена данная проблема.